так ну давайте ребята мы с вами сделаем теперь молот это место где он должен стоять примерно ну сейчас мы сделаем сначала плату для него меня просто вывел в центр чтобы удобнее было S по Y вот так я его сейчас сделаю так как-то надо так придумать интересно чтобы было S по X ну допустим скажем вот так ну а дальше начнем полосовать его наш control перейдем в edit mode и начнем control перейдем еще раз control перейдем здесь мы возьмем control перейдем сделаем побольше вот так 4 отлично вот этот мы сейчас ожидаем внутрь вот этот просто внутрь или сделаем дырдочку тоже возможно то есть вот так edge bridge прекрасно а вот из этих мы сейчас вытянем E вот так дальше мы их разделим скорее всего так как вам сделать лучше вот если мы возьмем этот и control перейдем потянем наверх так допустим да то же самое здесь control перейдем и потянем наверх уже да да за эту чтобы не дергался так рук впереди вот так так это будет же позаду но сейчас мы сделаем следующее мы возьмем вот этот и этот и потянем g по игреку и g по игреку и вот этот с этим мы тоже потянем по игреку ну подальше вот так такие кронштейны мы сделаем шикарные кронштейны ну и теперь как вот это все можем сказать что внутри вполне достаточно бывает вот так оставил 3 здесь мы сделаем так немножко вытянем эту штуку вот возьмем вот это этот ряд и его немножко подвыть и чтобы он там встал да может быть и g просто так позитута так кроме этого мы сделаем ей сейчас и скажем следующее вы хотели это дело не так вот так правило и теперь вот этот инструмент с трудах по нормальным так сделать сделать почему-то он так делать очень хорошо это делает ну ладно тогда мы сделаем так 1 2 3 4 5 сюда ну оставим так наверное только единственное что вот эти еще 2 оттащим сюда чтобы закрепить и сюда достаточно будет я думаю да может быть это еще чуть-чуть вычелать так так 6 минут нормально идем далее нам надо взять control shift а и выбрать здесь этот цилиндр цилиндр поднять его по заду перевернуть по у 90 градусов так s по x ну естественно просто уменьшить и передвинуть естественно и передвинуть естественно g по y смотрим сбоку да почти что так как надо встал так 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 и теперь еще еще может чуть поменьше так сделаем копию shift d хорошо мы ее спаяли понятно поэтому скажем p selection все 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 равно придется так комнат 4 убрали этот выбрали тоже скажем selection так это куб 10 куб 10 нам нужно выбрать вот отсюда дифференс вот этот выбрать и из вот этого кубика его надо дифференцировать вот так дырка отлично я думаю что вот эти немножко лучше вата получились ну ка это вот это это нет это 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 вот это мы можем сжать это это еще и хорошо получилось так так немножко сожмем это будет s по иксу вот так я думал будет красивше выглядеть отлично теперь открываем видно что это дырточка там была да так и чуть-чуть уменьшаем ее вот эту вот эту и вот мы уменьшим сейчас s так и по иксу s по иксу а иксу иксу здесь две огромные гайки надо так сейчас сделаем Но я надеюсь, что она теперь не выделена, да? Ничего не выделено, красота. Гайки, гайки, гайки. Гайки здоровые, гайки. Так, где они у нас? Вот болты. Нам нужен не болт, нам нужен нут. Так. И... По высоте, наверное, слишком большевато. Вот так сделаем. Дальше мы его перевернем. Это будет... R, Y, 90 градусов. Все. Отлично. И теперь сбоку мы присыпаем. G. Вот сюда вот. И уменьшаем ее, соответственно. Вот так. И выдвинем ее G по X. Вот так. Посмотрим. Нет, надо еще немножко уменьшить. Так. Так будет хорошо. Так. Отлично. Теперь уберем все ее трансформации. По нолям поставили. Скажем, что объект это режим 3D курсор. И просто мер. Вот он встал. Так. И теперь нам надо прибить эту штуку к полу. Для чего нам нужен будет еще болт теперь. А... Так-так-так-так-так-так. У меня же болт. Так. Вот он болт. И вот там и его используем. Сначала сделаем маленьким. Ну, относительно маленьким. Так. Вытащим его сюда наружу. В Y. Так. Теперь разбросаем его. То есть сначала мне надо отвести его по G, по X. По X. Вот сюда. Отлично. И давайте мы его опустим вниз. Это уже по Z. Так. Хорошо. Встал. Отлично. И теперь если мы уберем все его трансформации, так же как скажем 3D курсора, скажем нам нужен неррор, то неррор у нас получится, а по Y нет. Так. По Y у нас не получится, потому что у нас там неравномерно. Да и здесь как-то оно что-то неправильно. Знаете, что? Нет. Я хочу дело в том, что я хочу по-разному болты повернуть. Так. Shift D. shift D, сюда его, и R. Не-не-не-не-не-не. Не надо, чтобы он был по геометрии. Вот. И теперь R по Z. Вот. А этот немножко в эту сторону. R по Z. Тоже та же ошибка с этой origin геометрией. R вот сюда. Вот. И теперь мы вот эти два. Вот этот и этот можем сверху, сверху давайте. можем shift D сказать и перенести по X вот сюда. Таким образом мы будем утверждать А почему так получилось? Одна из них больше, что ли? Вот те раз. А я не заметил. Так. Значит это будет G по X вот сюда. Да? Даже дальше. Да, даже. Не заметил. Теперь здесь мы изменим. Вот. Вот эту и эту просто разменим дальше. PX Вот так. Теперь она уж точно. То есть мы сделали станину на которой будет болтаться этот самый молот. Сколько времени? 16 минут я думаю успеем. Первое что мы сделаем мы возьмем круглую сделать или какую? Ну-ка тут где-то он был молот. вот он он вообще квадратно потом вот этот сходится сюда как пика и на него насаживается вот такой хромированный булыжник. Ну что же давайте тоже так сделаем. Оп видите как он дунцут 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 там конечно нет такой станины но я и придумал так поехали мы возьмем мы сейчас просто так ничего у нас не выделено все теперь мы возьмем с вами еще раз с куб мы сделаем так мы его сожмем вот так сначала да и теперь скажем с но с по игорьку с по игорьку вот так вот для мы сделаем так и поднимем ее к джип аз то есть вот сюда где он должен быть по идее и теперь выдвинем его хотя может быть чуть-чуть его нет нет не уменьшить а по игорьку сделать чуть-чуть меньше древка как бы да и продвинуть его джип игорьку вот сюда так смотрим его сбоку видим что подходящий в общем-то ну можно еще чуть подвинуть назад джи по игорьку чтобы как бы точно он там стал вот так вот достаточно так ну теперь мы можем сказать control r вот здесь до этого нам надо уходить о перейти control r сюда подвинуть так а дальше нам нужно попробовать так сделать и с помощью вот этого их раздвинуть вот так есть а вот это вот это часть мы ее сожмем сейчас с так и и теперь возьмем сам вот все будет маленький то есть мы его поднимем конечно нос это последний цилиндр вытаскиваем цилиндр ножи по зато так где-то сюда увеличиваем тянем ниже по у вот сюда так и мы сейчас ее опустим маленько вообще-то по с по воду увеличим маленько он достаточно хорош смотрим сбоку опускаем чуть-чуть вот так опустили ну и маленько его как бы сделаем по другому ctrl r теперь вот эту часть вот 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 эту часть вот эту часть English подключился Эту и эту Мы ее передвинем ЖПЗ вот так сделаем И эту Нет, вот так И тоже ЖПЗ Опустим маленько сюда Теперь мы выберем Вот эту И вот эту И скажем Опять же Во все стороны равны Вот так Ну попробуем теперь Всему этому дать Соответствующие Придать ему Бэну И Через драгодану Ну да ладно Хотя бы тогда вот тут А, но он все равно Зараза какая Подождите Он же был выбрат весь Сейчас мы выберем Вот так И скажем И скажем Молот Молот Сделаем отдельный объект Вот Выделим И теперь скажем О, бэну Сейчас он должен нас послушать Вообще-то Нефига она не хочет Вот скотина Это какая скотина Знаете Я не пойму в чем дело Он начал делать Что попало Ну, то есть Он почему-то сделал ее С плющем Поэтому я переделаю Но При этом Останавливаю время И так 24 минут Вот Теперь давайте посмотрим Как это все Сочетается Возьмем это Это И вот это Тут все надо брать Все эти Вот так Допустим Да Это коллекцион Это Будем Молот Молот Так Подождите Я забыл бы Что тут Так 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 Ну, вроде все Больше ничего не забыл Давайте на место Притащим Гиппо Игреку Сначала Сюда А потом Вот на это место Посмотрим Сверху По-моему Неплохой Молоточек Получился Вот Сюда Сюда Вот Вот так Отлично Этот Уберем Вообще А этот Наверное Надо будет Поднять Чуток Почему Я не хочу Я не хочу Их Сейчас Вместе Всех Собрать Потому что Такая мысль Что Возможно Другого цвета Будет Молот Там Наконечник А остальное Может быть То самое Но не важно Факт То Что Я думаю Мне надо Будет Немножко Поднять Бежи Позы Это Так Ну а Теперь Откроем И Посмотрим Ну что Устрашающе Выглядит Да Как И Положено Может Чуть Меньше Сделать По Отношению Другим Беда В том Что Когда Как Игру Делать Да То Он Будет Такой Маленький Что Этого Не Будет Видно По Идея Не Надо Его Делать Меньше Пускай Он Такой Будет Только Единственное Что Поднять Чуть Чуть Жи Позы Чтобы Он Не Утопал Все Отлично И Теперь Вот Мы Можем Допустим Вот Это Расположить Здесь Ну-ка Можем Двигать Ее Да Вполне А Объект SetOrigion Geometry Тоже Можем Поэтому Давайте Мы Сейчас Развернем R По CZ На 90 Градусов На Минус 90 Градусов Вот И Теперь Мы Можем Ее Утащить Туда Куда Нам Нужно Нам Если Сверху Смотрим Вот Сюда G Вот Сюда Рядом С Этим Давайте Смотреть Да Давайте Чуть Поближе Так Я не понял В какую сторону Будет Раздвигаться А Вот В эту Да Ну Давайте Доведем До Конца Сколько Тут Нам Надо Вот Так И Подвинем Ее G По Y По Нет G По X Вот Сюда Подвинем Так Здесь Потом Будет У нас Маленькая Дырочка Мы Сюда Может быть Осветитель Поставим Так Хорошо Если Нам Это Все Понравилось Мы Можем Это Сделать Shift D И Поставить Сюда Теперь По Иксу Да Вот И Посмотреть По цвету Как Это Все Будет Будет Это Очень Хорошо Но Единственное Что Тут Все Так Сдвинуть Надо G По Иксу Немножко Подвинуть Так Вот Так Он Будет Ну Не Знаю Сколько Может быть На Одну Меньше Надо Сделать На 26 Да И Здесь Тоже На 26 И Подвинуть Эту Штуку EJPX Ну Так Отлично Я считаю Я считаю Это Очень Хорошо Получилось Можем Конечно Ее Покрасить Какие Нибудь Цвета Какие У нас Тут Есть Цвета Можем Можем Применить А К Этому 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 Применить Другого Материала Нет Этот 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 Да Ёлки Надо Поближе Подойти То То есть Вот Этот Выбрать Этот 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 Вот Этот Так К ним Применить Материал Типа Хром Есть Да Во всяком случае Поблестяще К этому Применим Обычно Нет Тут Нельзя Хром Делать Слишком Уж Может быть Просто Немножко Другой Тут Тоже Выделить Ну-ка Если Нам Взять Вот Этот Материал То Он Как бы Не будет Отличаться Я возьму Новый Сделаю Чуть Чуть Светлее Просто Пускай Чуть Отличается Вот Так Да Это Будет Болты Болты Хорошо И тогда Мы можем Этот Выделить Сказать Где болты Вот болты Вот этот Тоже Сказать Болты Этот Болты Болты Ну Тут Соответственно Нет Новый Материал Не Нужен Мы Используем Эти Болты Вот Этот Материал Тоже Скажем Что Нам Нужны Болты Болты Вот Дата Болты Вот Вот Так Теперь Немножко Посветле Так Этот Мы Сделаем Chrome Что Использовать Давайте Chrome И этот Тоже Chrome Но Здесь Я Сделаю Более Темный Один Новый И Сделаю Все Так По Темнее То Есть Вот Так Зачем А Зачем Что Вот Эта Часть Я Хочу Пойти В Edit Мод Выбрать Вот Это Это И Это И Вот Теперь Сказать Что Мне Нужен Новый Новый Древо Да Ну Это Не Древо Конечно Древо Ну Просто Метал Сделаем Только Другого Цвета Потемнее Вот Так Скажем Мастер Что Получилось Потемнее Сделать Сейчас Делаем Куда Ты Денешься Так Вот Так Через Все Верно Готово Ребята Можем Сохранять И Уходить Сколько Потратили Ух Три Четыре Минут Ну Ничего Зато До Конца Сделали Три